Всем огромный привет! Всем привет! Я сегодня за кадром, в кадр я посадила Максимку. Мы будем на самом деле смотреть на его реакцию. Дело в том, что я не так давно, вернее даже мы не так давно, показывали посылку от Лерочки. Лера живет в Израиле, она нам высылала посылку, такую классную, приятную. Многие видели, как много там было декоративки. Но дело в том, что та посылка у нас терялась, и мы ее не могли найти в течение трех недель. Оказывается, за это время, чтобы мы сильно не расстраивались, Лера нам высылала еще одну. И представляете, мы и ту нашли, и еще сегодня получили новую. Ну, радости нет, конечно, предела. Получила я ее одна. Саму посылку я вам сейчас покажу. Так, как мне показать так, чтобы адрес закрыть. Ну, вот так, в общем. Вот такая красивая была. Вся-вся позитивная. Вот такая вся красивая. Нам приехала посылочка. Максимка уезжал сегодня в больницу. Я на самом деле все открыла, посмотрела. А он в нетерпении говорит, мама, давай быстрее снимать. А я ему сказала, что мы тебе будем давать все на камеру. Интересно, что там? Очень. Очень интересно. Сюрпризы, сувениры были как мне, так и Максимке, Лера. Но моей радости нет предела. Надеюсь, что сейчас в радости Максимкиной тоже не будет предела. Я буду показывать по очереди. И то, что мне лично, и то, что Максимке. Ну, и, соответственно, то, что нам вместе. Первое, что я хочу приоткрыть завесу для Максимки и для вас, это то, что Лера любит путешествовать по другим странам. И она привезла также и нам некоторые сувениры. Но я думаю, это будет особая радость. Макс уже руки тянет. Но я начну со своих. Макса дразним дальше. А доктор Фишер. Вот такой крем для рук. Я его уже открыла, понюхала. Тут ни одного слова нет на русском языке. Но он так вкусно пахнет. Я думала сначала, что это крем для лица. Спросила у Леры. Она говорит, нет, это крем для рук. Очень классно пахнет. Я уже все тут вовсю тестировала, пока Макса ждала. Мне очень не терпелось его дождаться. А не с папой. Как только приехали. Вот такой классный крем. Ставь там в уголок. Отсюда? Да. Макс будет у нас рулевым. Следующий. Ну, давайте. Раз уж я подразнила. Из Англии. Что первое было из Англии? Из Англии. Это чай. Это настоящий английский чай. Он в такой сувенирной баночке. Ты нам-то покажешь? Здесь даже рисунок почтового ящика. Да. И вот этот знаменитый почтовый ящик. Английский. Да, английский. Классно. На самом деле, Лера, я так тебе благодарна за сувениры. Это прямо особая радость. Настоящий, настоящий чай. Это сувенир. Но мы его выпьем, этот сувенир. А баночку оставим. 20 грамм здесь. Так что будем с огромнейшим удовольствием и баночку хранить и чай пить. Да, Макс? Ну, теперь давайте опять покажу свое. Это фирма Лалин или Лалин. Мне кажется, Лалин. Лерочка прислала сразу три средства. Я вам сейчас все три сразу покажу. Вот на фоне Макса. И вот на фоне любопытной мордашки. Вот такая красота. Это первый. Это крем для рук. В прошлый раз. В первой посылке были похожие. У нас средства присылала тоже Лера. Но так как она у нас не потерялась, та посылка, то это будет продолжение. Крем для рук. Это боди суфле. Это то, что я смогла прочитать. 50 грамм. Очень приятный аромат. Крем суфле для тела. Вот такой вот баночки красивей. Клади. А это мыло. А это мыло, да. Вот так красиво-красиво упаковано. Вот такое вот красивое в форме цветочка мыло. Вот это мыло пахло на всю посылку. Оно такое ароматное, такое вкусное. Ой, какое классное. Да, очень вкусно. Ты прямо на баночку сверху клади. А здесь написано океану. Да. Это морской вкус. Морской, да. Аромат моря. Это действительно так. Очень свежий, приятный морской аромат. Ну, давайте Максимку подразним. Отгадай, что это. Миньоны. Я не видела. Сюрприз ему хотела задом показать. Боб, Стюарт, Кевин. Да, точно. Причем это не... А что это вообще миньоны-то? Ластики. Это ластики. Причем это не три ластика. Представляете, один. Это один вот такой большущий ластик общий. Макс, нравится? Ага. А то я ему показала. Отгадай и говорю, что я здесь хотела спрятать. Ну, держи. Спасибо. Огромное. Огромное, Лер, спасибо. Я этим миньонам сегодня сама радовалась. Улыбалась им все. Так, дальше. Ну, давайте покажу свое. Тоже это мыло. Тоже это мыло. Но посмотрите, какое оно классное. Вот такие два кусочка. Первое с ароматом лаванды. Да? Да, лаванда. Лавандр. И второе это ананасик. Сами кусочки. Ну, помимо того, что они очень вкусно пахнут, они вот такие красивые. Я люблю такой вид. Да, прямо. Дадим Максимке посмотреть. Держи. Он еще ничего-ничего не видел. Ему так интересно, что там. И вот такой ананасовый. Ананас прямо вот, прямо супер как пахнет ананасом. Лаванда, кстати, она бывает тяжелая, а бывает приятный аромат. Ну, что-то, Максим, на, сам там надень, а то у меня свалилась. Но эта лаванда очень-очень приятно пахнет. Прямо очень приятно. Ну что, следующее чье? Мое! Максимкино. Так, это вот такие два красивых карандаша с ластиками. Сначала покажу вам. Прошлый раз красивенные ластики были в посылке. Кто не смотрел первую посылку, проходите по ссылке. Я внизу оставлю. И на канал Леры оставлю обязательно ссылку, потому что у нее интересный канал. Такая вот, как она называется, червячок-то. Покажи. Ну, давайте отдадим Максу. Он сейчас сам скажет, что там. Гусеничка. Гусеничка, точно. Это гусеничка. А во втором робот, да, по-моему? А сзади что-то зашито. Да, и тут вот такой вот еще знак. В общем, вот такой классный карандаш с таким тяжеленьким ластиком. Такой классный робот. Прямо бы ты его нарисовали карандашами. Ага. Там около себя складывай, а то ты будешь выпадать у нас за кадр. Ну что, дальше чье? Мое. Что это? Это тушь. Вот такая Trimel Tush 001 черного цвета. Вот такая у нее интересная кисточка. Щеточка. Как правильно? Щеточка. Волюм. Ну, в общем, классная тушь, я так думаю. Двенадцать миллилитров. Пока не открываю, но открою в ближайших косметичках. Потому что она мне очень-очень нравится уже. Особенно вот эта оригинальная щеточка. Супер. Макс там весь в чае. На, складывай. Ой, Лер, спасибо. Конечно, неудобно, что получилось тебе выслать аж две посылки вместо одной. Но радость у нас, как у Матроскина из Простоквашино. Помните, когда у него корова теленка родила? Его корова будет в два раза больше молока давать. Вот и я такая же радостная. Вместо одного подарка сразу два получила. Ну, давайте дальше. Если кому-то не нравится реакция Макса, не смотрите. Потому что для него это будет все оригинально и интересно. Как я мечтала о ручке с кристалликом. Я уже видел такую ручку. Стоп, она что ли стирается? Я не знаю. Здесь стилус. Стилус даже? Я не понимаю, это... Наверное, стилус. А что на ней написано? Париж. Париж. Наверное, ее надо поворачивать, и тогда будет выходить. Нет? Нашел, как открывается? Вау! Круто. Да. Я так мечтала ручки с кристалликами. Да еще и с Францией. Да еще и филевая башня. Я в восторге. Пока же. Ну, на самом деле, я представляю радость Макса. Я и ждала, что он будет прямо радоваться. Пищать. Пищать от счастья. Я так, кстати, Лерей написала. Писку-то будет. Вот такая красота. Поворачивается ручка вот в этом месте надо крутить. Это стилус, видимо. Да, это стилус. Классно! Так что он будет писать, и у него будет эльфелева башня. Огромное спасибо, Лера. Да, и тут сердечко. Это от Леры сердечко. Где? А вот, смотри. Где написано Париж, видишь, любовь. Люблю Париж. Классно! Да и я и хотела с кристалликом. Но не ожидала, что это из Парижа, да еще с эльфелевой башней. Ну, вообще, коллекция твоих ручек теперь пополнилась еще одной супер-пуперской. Мега-пуперской. Мега-супер-пуперской. Вот так вот. Супер! Спасибо! Вот так. Давайте теперь мое. Вы знаете, я, конечно, сначала, когда достала вот такой милейший шарик, я подумала, что это шарик-попрыгунчик Максимки. Хорошо, я его не бабахнула, а в пол. Мне хотелось, чтобы он попрыгал. А что это? Бампочка? Второй вариант у Макса бомбочка. Но я увидела вот здесь, вот видите, плоскость. А, эту коробку! И я поняла, что его нужно ставить. Ну, а потом моего ума хватило открыть. Хватило ума! Ну? А, вау! Чем пахнет? Ванилькой? Угу. Это, оказывается, бальзам. Представляете, это бальзам ваниль. Я реально подумала, что его нужно кимать. Так я что-то не кинула, а в полы. О, это Максу говорю, попрыгунчик. А я подумала, что это бомбочка. Вот так вот. Так что, Лера, видишь, какая радость? Супер! Вот так вот. Вот такая вот классная оказалась бомбочка чудесная. Нежданчик. Туда, ближе к себе, на миньонов ходи. Ага, нежданчик. Да. Ну что, смотрим дальше нашу реакцию? Да! Самое интересное, наверное. Самое интересное. А-ля Лондон продолжается. Держи. Только поспокойнее, а то мне потом напишут комментарии-то, что ребенок дикий. Автобус Лондон? Да, это настоящий. Автобус Лондонский. Прикольный какой! Англия славится автобусами, Биг Беном. У них телефонные будки. И почтовые ящики. И вот эти красные почтовые ящики. Да, на самом деле, чаще всего на сувенирах именно это можно увидеть. Ну покажешь нам-то, нам-то покажи. Если бы я был в этом автобусе, я бы забрался на второй этаж. Вот такой вот сувенир. Лера, огромное тебе спасибо. Не только от Макса, но и от меня. Пока его не было, я это все разглядывала, крутила. Тут даже колесики, вы представляете? Вы посмотрите. Вот такая красота. Вот такой вот сюрприз. Лера только вот недавно приехала как раз из Англии. Привозила эти сувениры. Она показывала на своем канале. Причем она показывала в трех или четырех, по-моему, даже частях, что она привезла из поездки. Настолько много? Ну да, она очень любит декоративную косметику. Там и косметика была, и много сувениров. И я на этих сувенирах прямо вот пересмотрела несколько раз. Настолько мне было интересно. Я обожаю сувениры. Держи. Так что Англия продолжается. Ну давайте покажу, что было еще мне. А то Максу уже... Все, Максу да Максу. По-моему, череде вообще-то. По-моему, череде. Маска. Была мне маска. Я очень люблю тканевые маски. Эта маска, к счастью, написана на русском языке с экстрактом огурца. Правда, вы знаете, я смогла об этом даже догадаться, что тут с огурцом. О, даже догадаться смогла. Да, да, да. Как это сложно наметить. А вот я лишь картинки смотрела, смотрела, смотрела и поняла. Ладно, это корейская маска. Будем ее обязательно пробовать. Мы будем. Я буду. Я буду пробовать. И потом в пустых баночках обязательно расскажу. Очень рада. К стеночке ставь. К стеночке прямо. Прислонник к стеночке за кремом. Вот. Я слежу, чтобы из кадра сильно мы с ним не выпадали. Вот. Дальше. Вот если так, мы точно не выпадем. Все видно? Ага. Дальше? Да. А дальше Париж. Подставки. Подставки, да. Подставки под горячее. Лера все упаковала в красивые-красивые такие мешочки. Правда, я половину уже повынимала. Покажешь? Два одинаковые. А, а не два разных? Разных, да. А, здесь похоже просто. Похоже. Здесь просто первая сторона. И вот эта вторая. А третья отличается? Одна поближе, другая подальше. И немножко, конечно, по-разному. Смотрите. Вот такие вот две интересные подставки. Все достопримечательности Франции и Парижа. И арки, и башня. И вот тут здания интересные. Я не все знаю. Вот такая красота. Деревянная. Даже пахнет деревом. Вот такая вот. Ой, Лера, вообще радости нет предела. Мы сегодня с Максом будем улыбаться. Даже, мне кажется, во сне будем улыбаться. Ну, давайте, последняя Максу, потом последняя мне. Пойдет? Какая страна, отгадай? Это. Страна, а не страна. Англия. Ну, открывай, сейчас узнаем. Еще один сувенир. И мы сейчас узнаем, откуда он к нам приехал. Ну, 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 ну. Что? Греция! Вытягивай. Какая там Греция? Италия. Италия, да. Это Италия. Это еще один брелок. Нравится? Очень. Такой классный. Что там? Страна Италия. Там, да, там карты Италии. Представляете? Вот такая вот красота. Ну, эмоции шкалят. Тут прямо вообще. Мне очень хотелось, чтобы именно вместе с Максом мы могли открыть отдельно, отдельно все там провопиться, прорадоваться, потом степенно рассказать. Но, мне кажется, вот это радостно. Все равно радостно. Вот такая красота из Италии. Если учесть, что мы никогда нигде не путешествовали, ты туда ближе к себе клади, а то отсюда ты уже выпадаешь, то это очень приятно. Это прямо вот ощущение, что мы откуда-то сейчас приехали из кругосветного путешествия с разными сувенирами. На самом деле, просто вот нереальная радость. Я так поскреплю немножко, чтобы было видно. Ну, давайте я покажу последнее. Я тут приберегла свое наконец. Это жасмин называется. Тут уже можно прочитать. Мыло и туалетная вода. Это набор. Этот набор французский. Да? Да, Франция. Давайте я вам покажу, как он выглядит. Вот такая вот красотень. Вы даже не представляете, как это еще и пахнет. Держи. Посмотри. Ах! Как вкусно пахнет. Да, вот в такой красивенной упаковочке. На ландыш вроде. Нет, жасмин. Жасмин. Пахнет жасмином. И вот такие духи. Я эти духи сегодня... Ой, я вообще... Супер. В восторге. Я очень люблю аромат жасмина. Я люблю сирень и ландыш. Ой. На, Максим. Понюхай и закроешь. Приятно, да? Да. Очень вкусно пахнет цветами. Прямо настоящим-настоящим жасмином. Вот такая вот у нас была чудеснейшая. Ну, просто очень классная посылка. Лера, спасибо тебе огромное. Тем более, огромное спасибо, что ты так позаботилась. И нам попало аж две посылки. Ты так не хотела, чтобы мы расстраивались. И вот прислала еще и все такое классное. Я в восторге. Еще была вот такая открытка. На ней было очень-очень приятное сообщение для нас. Лера назвала эту посылку еще и экспресс-вариантом, что он дошел, надеется она, что он дошел в целости. И пишет, что не стоит унывать, если первая посылка потерялась. И еще она пожелала, что это пусть будет самое худшее, что может с нами случиться. Я согласна с Лерой на 100%. Потому что совсем не хочется, чтобы были какие-то в жизни печали. Хочется, чтобы была только радость, только счастье, приятные, позитивные эмоции. Чего и мы желаем всем-всем вам. Держи. Ставь ее тоже к стеночке. Вот такая вот была шикарная посылка. Обязательно снова оставлю ссылку на канал Леры. Если вдруг еще не познакомились, проходите, знакомьтесь. Лера очень любит декоративную косметику. И поэтому у нее канал очень интересный по косметике. Ну и я очень рада, что Лера меня услышала. Я очень ее просила снимать, когда она будет путешествовать. Она действительно снимала и показывала даже кадры из ее поездок. Это очень интересно. Особенно тех, у кого нет возможности самим путешествовать. То для меня вот такие ролики это самые настоящие поездки по странам. Это же интересно. Макс уже не с нами. Макс счастлив. Рад? Очень. Очень рад. Ну мы, наверное, будем прощаться. Будем снова рассматривать все свои сувениры. Потому что хочется взять в руки. Хочется еще раз посмотреть, да? Поперебирать. Всем спасибо огромное за внимание. Знакомьтесь с Лерой. А мы пошли искать места для своих новых приобретений. И рассматривать, да? Всем пока. Всем пока. Всем пока.